здравствуйте дамы и господа меня зовут андрей алфимов компания техно term в этом видео я хочу рассказать про наш очередной объект на котором мы осуществляем монтаж системы водяного теплого пола расскажу и покажу как мы здесь монтируем систему водяного теплого пола почему именно так и к чему в итоге все это придет то есть вкратце что это за объект этот объект это будет в будущем столовая то есть соответственно это будет помещение с большим количеством людей самое удивительное первое что это первая столовая на моей памяти которая заморочилась и захотела сделать себе систему водяного теплого пола второе что для меня удивительно это стола чтобы понимали находится вокруг такого скажем не особо лицеприятного места да это здесь кругом продают автозапчасти кругом автомобильные разборки кругом и стошки и здесь находится вот такая вот столовая в которой смонтированы водяные теплые полы для меня это вдвойне удивительно другой момент здесь система водяного теплого пола она будет выполнять вторичную функцию то есть основное отопление все-таки будет воздушное здесь заложено но водяной теплый пол будет использовать когда уже будет достаточно холодно у нас в стране и они тогда будут его включать поэтому здесь теплый пол смонтирован с определенными нюансами опять же сам застройщик он такой достаточно опытный строитель он за нему то есть у него сфера деятельность опять же вплотную связан со строительством и на фоне этого у нас возникало очень много таких спорных моментов мы продавливали свой опыт он продавливал свой опыт и в итоге пришлось идти друг другу на компромиссы поэтому некоторые моменты нам здесь пришлось все-таки от них отказаться до того что мы обычно практикуем на некоторые моменты он согласился мы все-таки его убедили что надо именно так в итоге получился такой определенный компромисс и сейчас я покажу что где и как смонтирована для этого я сейчас уже все таки с такого вида третьего лица переключусь на вид от первого лица и покажу в деталях что и как мы сделали и почему работы здесь еще продолжаются то есть сегодня последний день сегодня ребята будут работать принципе допоздна пока не закончат систему и не опрессуют ее полностью чтобы уже завтра послезавтра клиент мог начинать заливку стяжки ну что ж поехали вот такой вот объект как я сказал в дальнейшем это будет столовая с большим количеством людей выполнена уже половина работ сегодня как раз третий заключительный день в первый день мы делали в основном подготовительные работы булла произведена был произведен закуп материала было смонтировано один контур произведена разметка вчера была смонтирована вот эта часть и сегодня будет закончена вся остальная часть так что здесь какие есть особенности объекта смотрите опытные уже ребята могли заметить что здесь по периметру стены отсутствует так называемая демпферная лента демпферная лента или по-другому термоусадочная лента она служит для того чтобы компенсировать тепловое расширение стяжки клиент ввиду скажем так своего опыта да исходя из своего опыта напрямую отказался от монтажа демпферной ленты оперирую это тем что в принципе это лишняя как бы затрата денег наш опыт подсказывает что все-таки демпферную ленту стоит монтировать но в таком помещении я думаю вряд ли что произойдет то есть обычно если не смонтировать демпферную ленту это грозит тем что стяжка может в определенный период потрескаться или в каком-то определенном месте вздуться это где и есть хорошо другой момент опять же здесь труба смонтирована шагом 20 сантиметров обычно в нашем регионе стандартный шаг монтажа трубы это 15 сантиметров но опять же в обе дискуссии с клиентом мы как бы он настоял на том что все-таки стеклый пол для него это второстепенная система отопления основная будет воздушная система он все-таки рекомендовал нас нам попросил на чтобы вы смонтировали трубу с двадцатым шагом вот здесь это будет санузла не видите тоже с водяным теплым полом здесь второй санузел здесь как раз будет офис здесь я так понимаю будет сидеть руководство само само строение это по сути такое каркасное строение из металла из металлические конструкции сделаны и внутри видите как расположен пенопласт то есть по сути такое легкое строение похоже больше на временную конструкцию но как мы понимаем это коммерческое помещение мало кто хочет затрачиваться все хотят все-таки зарабатывать деньги если устроить основательное строение для столов и это конечно довольно таки затраты это уже помещения приготы где будет происходить приготовление пищи здесь как вы видите теплый получения смонтировал брючанอะ 진пым просто на которых идет вода звездного часа здесь теплый полку и смонтировать не лесте здесь это открыто стены посту будет один метр составляет и вот от этой стены воздух будет составлять 90 сантиметров здесь будет вот здесь будут холодильные будут а здесь будет оборудование, на котором будут приготовлять пищу. Кровые зоны мы соответственно усилим, сделаем чуть большим шагом, не 20 сантиметров, сделаем скорее всего 15-10 сантиметров, в зависимости от контура конкретного, как получится. Опять же, спорили насчет этого с клиентом, надо или не надо кровые зоны делать, он все-таки настоял на своем, решили какой-то такой компромисс сделать, все вот там кровые зоны, чуть-чуть усилить, но не так сильно. В нашем случае используется труба из шитого полиэтилена, такого вот оранжевого цвета, бывает, как вы знаете, трубы металлопластиковые, бывает из шитого полиэтилена, метод шитки он также у разных труб отличается, цвет трубы, в данном случае, оранжевый, часто задают вопрос, допустим, клиент опытный, то специалист уже разбирается, вот цвет трубы, трубы бывают разного цвета, чем вот цвет, на что цвет влияет, да, цвет ни на что не влияет абсолютно, это обычный краситель, красит трубы, кто вошел до раз. В принципе, все, кажется, вам рассказал, если какие-то остались вопросы, задавайте их в комментариях, будем отвечать вам, сейчас ребята будут продолжать работать, сегодня надо все закончить, поэтому уже не буду им мешать, они тут без меня, я их отвлекаю, постоянно хожу с камерой, вот они как раз делают подготовительные работы, на этом я с вами прощаюсь, с вами был Андрей Уфимов, компания Технотерм, если видео было для вас полезным, обязательно ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео, до Субтитров, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»